60-летие доктора исторических наук, писателя, переводчика Турсенхана Азекенулы отметили в Уланском районе. В торжественном мероприятии приняли участие представители интеллигенции, поэты, писатели, друзья юбиляра и жители района. В Доме культуры села Сагыр Уланского района собралось множество людей, желающих поздравить почетного гражданина Турсенхана Азекенулы. Каждый спешил выразить теплые пожелания, вручить подарок и просто пожать руку именитому земляку, ведь здесь об ученом буквально ходят легенды. Большую часть своей жизни этот человек посвятил развитию науки и изучению истории, и добиться истины, дойти во всем до самой сути, как говорил классик, его страсть, которая ведет профессора на протяжении всей его научной деятельности. Ведь что может быть интереснее, чем погружаться в чарующую и удивительную глубину исторических перипетий прошлого? Турсенхан Азекенулы хоть и уехал в столицу, но всегда останется в наших сердцах. И мы знаем, что он самый любящий свою землю человек, ведь перед ним никто не смеет говорить об истории, искусстве, науке. Особенно, когда речь идет об Алтае, его истории, племенах. Ему в этом нет равных, и это бесспорный факт. Турсенхан Азекенулы рос в среде, где чтят творчество и искусство, любят поэзию. И, конечно, любознательный и пытливый будущий ученый не мог не влюбиться в таинственный мир Востока, загадочный и древний Алтай, который манил его своей неизведанностью. Впоследствии он овладел множеством наук, изучил разные языки – китайский, уйгурский, узбекский, турецкий, персидский, чагатайский. Но, как признается тюрколог, всех тайн нашей великой и загадочной земли не под силу раскрыть одному человеку. Поэтому он подарил свои знания студентам, молодым исследователям, которые сегодня также увлеченно и с азартом погружаются в мир науки. Его перу принадлежат учебники для специальности международное отношение, регионоведение, востоковедение, типовая программа алтаистики, множество статей в научных журналах Казахстана, Китая и Турции. Также он собрал из уст китайских киргизов исторический эпос казахского народа Жетты Каган и представил к нему научные комментарии, а также перевод на казахский язык. Кроме этого, ученый принимал участие в создании атласа архонских памятников и даже написал исторический роман о Чингисхане. Мне очень приятно сегодня здесь присутствовать, видеть такое радушие и теплоту от моих друзей, от самых дорогих мне людей. Это очень отрадно, я вам признателен, ведь самое главное в жизни человека – это его близкие сердцу люди. Уникальная личность этого человека, безусловно, вдохновляет всех, кто находится рядом. Его последователи, друзья, коллеги и близкие отзываются о нем, как о неутомимом исследователе, который ни перед чем не остановится, достигая заветной цели и вкладывает душу в свое дело. На празднике в его честь звучала музыка и слагались стихи. Праздничное мероприятие продолжилось в археологическом комплексе Акбаур, где ученому представили результаты уникальных исследовательских работ, в ходе которых археологи обнаружили массу интересных находок.